Душу можно сравнить с прозрачным шаром, освещенным изнутри собственным светом своим. Этот огонь есть для нее не только источник всякого света и истины, но освещает ей все внешнее, всю жизнь. В таком состоянии она свободна и счастлива, только пристрастие к внешнему может взволновать и омрачить ее гладкую поверхность, причиняя преломление и ущерб в ее судьбе. Марк Аврелий Итак, душу можно сравнить с прозрачным шаром, освещенным изнутри. То есть каждый человек освещен изнутри. Веды называют таких людей, которые реально настроились на этот чистый вкус возвышенный, настоящих лебедей, называют парамахамсами. Два слова для таких людей. Парамахамса означает лебедь. Высшее проявление лебеди. Лебедь это просто птица, да? Но у лебедя есть высшие проявления. Несколько. Первое. Он белый. Белый означает не черный. То есть означает, что он хочет стремиться к чистоте. Второе проявление лебедя. Он может взять воду с молоком, молоко взять и он вращательные движения так делает и очищает. На стенках остается молоко, воду выплевывает. Лебедь может из всего извлекать истину. Допустим, Олег Геннадьевич поет, там танцует на лекциях, какие-то слова говорит, но мне не важно это, я хочу узнать истину. Это лебедь. А ворона, она, о, поет всякую дрянь, так, сморкается, так. Это уже другое проявление, уже не то. Вот. Ну, то есть лебедь ищет истину даже там, где вода есть. То есть он извлекает молоко из воды. Дальше лебедь не смачивается чуть темами вот этими грязными. Он плывет, чистым остается в воде. Это следующее свойство лебедя. То есть он не попадает под влияние этого мира. Вот. Человек такой, который подобен лебедю. И лебеди плавают в одном направлении. Они смотрят друг на друга и обсуждают друг друга. Они смотрят на истину, вместе плывут. Лебеди не расстаются. Они один умирает, второй за ним. Лебеди не разводятся. Они плывут вместе и терпят друг друга. Я хочу, чтоб жили лебеди. И от птичьих стаи мир светлее стал. Понимаете, это об этом песня. Ну, то есть парам хамса, высшее проявление лебедя. Парам хамса. То есть это высшее проявление святости. Есть четыре стадии саньясы, отречения от мира. Парам хамса четвертая стадия. Самый возвышенный святой так себя ведет. Даже люди, которые уже возвышены, не все так себя могут вести. Это очень высокий уровень развития. Поэтому мы все будем оскорняться сплетнями, руганью. Нам все равно придется страдать от этого мира. Но эти люди не страдают. Они просто плавают в чистой воде. Они всегда остаются чистыми. Это означает высшее проявление святости, безгрешность. И таких людей еще называют атма-рама. Атма означает душа. Атма-рама означает радостная. Радостная душа таких людей называют. То есть что это значит радостная душа или атма-рама? Это означает, что человек видит этот свет в своей душе. Видит себя как душу. Видит других как душу. И радуется, освященный изнутри этим видением. Это называется атма-рама. Такого человека не смутит ничего. Ни смерть, ни горе, ни страдания. Он всегда будет радостный. Потому что он это все вешнее не видит, а видит только главный. Давай оставим мелочи. Давай отбросим мелочи. Давай оставим главное. Главное. От атма-рама. Человек по-настоящему видящий самое позитивное, самое лучшее, самое чистое, самое светлое, самое правильное во всех других. Поэтому он озарен счастьем изнутри. Никогда счастье не проходит. Душу можно сравнить с прозрачным шаром, освященным изнутри, собственным светом. Этот огонь есть для нее не только источник всякого света и истины, но он освещает все внешнее, что вокруг. То есть он для других людей освещает. Для атма-рамы нет ворон. Есть три категории развития личности. Первая категория. Начинающий идти духовным путем. Такой человек, он разделяет людей на хороших и плохих. Для него есть наставник. Уже нет наставника, нет духовной жизни. Есть старший. Есть. Пошло развитие. Все. Есть человек, через которого приходят знания. Пошло развитие. Есть хорошие люди, которые идут моим путем. Все остальные плохие. Естественно, что если другим людям путем идут, тоже плохие. Это называется начинающий верующий фанатик. Что такое секта? Секта состоит из этих фанатиков. Нет разумных людей. То есть если есть разумные, это уже не секта. Он мог дать наставление, говорит, ты что вытворяешь? Ну то есть начинающий верующий, это тот, кто слепо верит в свое, все остальное для него плохо, грязь. Он не любит это, не верит в это, и как бы плохо все это. Дальше верующий или идущий духовным путем среднего уровня. Такой человек уже начинает чувствовать, что возвышенность не только в моем наставнике, не только в моей вере, а также есть вокруг. Но он при этом не может свои отношения строить с грязью. Он ищет везде возвышенное, но с грязью не может строить. У него нет сил. И верующий или идущий духовным путем в самой высокой категории, для него нет грязи. Он видит душу во всем. Поэтому не надо беспокоиться, если кто-то такой, мы вегетарианцы. Начинающий, хорошо, нет проблем, пускай двигается дальше. Или мы такие, у нас такая вера. Ну хорошо, нет проблем. Но если такой человек начинает ненавидеть другие веры, он деградирует. Ему нужно руководство. Склонность к злобе есть у всех. Нужно руководство. Руководство, которое скажет, туда не ходи, туда ходи. Снег башка попадет, больно будет. Да? Вы не в одной из них. Говорите, в двух верах? Не в одной из них. Человеку бывает только один путь духовный. Если в двух, значит я ищу, продолжаю искать. Мне и там хорошо, и там хорошо. С этой точки зрения я во всех верах. Вот я, допустим, читаю книги возвышенные разных духовных традиций. Что, я в этих верах нахожусь или где? Просто мне это все нравится, понимаете? Это хорошо. Значит, вы хороший человек. Вас критикуют там и там. Ну, значит, как бы вы... Кто критикует-то? Вот меня никто не критикует. Если я в храм пошел, допустим, в другой вере, прямо при своем духовном учителе, он говорит, ну что? Что новенького? Что узнал? Рассказывай. В чем проблема? В чем проблема? Нет проблем. Проблемы в зависти, в злобе, в зависти. И от скупости кваква, и от глупости, и еще от квастовства кваква-кваква-кваква-кваква-кваква. Вот. И от тупости кваква. Вот. Вот и проблемы. А в верах нет проблем. У меня две веры. Обычно человек выбирает только один, в конце концов, путь. Вот, допустим, девушка, сравнится с девушкой. У меня, Олег Геннадьевич, три парня мне нравятся. Что делать? Девушка вот так, она может сразу нравится пять парней, допустим, сразу. Что, это значит, она простудка, что ли? Или что? Нравится пять парней ей. Что дальше? Это что означает, пять парней нравится? Выбор есть. Надо выбирать, значит. Выбирать, моя хорошая. Выбирай по поступкам. Насколько возвышенный человек, духовный. Все отбросится, остается главное. Главное, что в человеке? Его путь. Если путь возвышенный, хороший человек, выбирай этого человека. Но он хороший. Может, у него много недостатков. Но выбирая у него главное хорошее, он подтянется. Главное в человеке, главное. Самое главное, это путь его. Все остальное мелочи. Обиды перемелятся случайно, недавние. Выбирать надо. Идти дальше, вперед идти, не бояться ничего. Все будет хорошо. Ничего бросать не надо, самое главное. Все просто выберется само. Вы ведь остальных парней не бросаем же, правильно? Они все хорошие. Мы их любим. Но вот с этим живем.